Горит очаг и пламя вьется, подбросит дров в непроворонь, и с года в год передается неугасающий огонь. Хочу, чтоб все ценить умели огонь, пришедший из веков, чей удбеск лег на колыбели и на сединах стариков. Одним из первых организовал для гостей курорта необычный экскурс в историю своей малой родины Айса Ачмизов. Собственного дворя он угощает гостей самым северным чаем. Мы работаем с интересом, у нас большие планы на перспективу, у нас есть, скажем, очень много интересных идей, которые мы, в общем-то, в следующем году уже будем воплощать. Не бояться и своими руками местные сыровары создают популярный во всем мире, но новый для Сочи вид путешествий – гастротуризм. Ежедневно к Саиду Коблеву приезжают десятки людей из разных городов России и ближнего зарубежья. Сейчас мужчина готовится к зимнему олимпийскому сезону, говорит, работать будет круглый год. Бояться нечего, у меня ничего противозаконного нету, я занимаюсь нормальным, положительным делом. Во всей России многие знают, какие у нас сыры, какой товар, никто никогда не жаловался. Туристам гостеприимство и кулинарные обычаи сочинцев нравятся. Я здесь первый раз, отлично, отлично вообще. Мне понравилось мясо, которое первый раз пробовали, говядины. Почитая традиции, современные предприниматели заботятся и о том, чтобы встречать гостей достойно. Так, даже кавказские застолья проводятся в этом сезоне уже не во дворе, а в уютном ресторане. Люди вкладывают немалые деньги в развитие семейного бизнеса, но стабильность и востребованность курорта, как отмечают предприниматели, дает им уверенность в завтрашнем дне. Предприниматели подключают к работе своих близких соседей, везде востребованные местные музыканты. Растет благосостояние жителей, пополняется городской бюджет. Так, почитая историю, развивается в Сочи новая формация патриотичного бизнеса, способная вывести курорт на новый уровень. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.